История села Коткино началась 200 лет назад. Сейчас здесь проживают почти 400 человек, основной вид деятельности которых – охота, рыбалка и животноводство. Коткино уже несколько лет официально считается Олимпийской деревней Неницкого округа, а еще село знаменито своей молочной продукцией. Александра Литкова продолжит тему. В новое здание молочно-товарная ферма сельхозкооператива «Сула» переехал три года назад. Современное оборудование позволило увеличить надой из каждой коровы, а избытка молока хватает, чтобы обеспечивать население такими продуктами, как сметана или йогурт. Сливки, сметану, творог. Сейчас начали, ну как у нас пока даже еще этикеток нету, на творожную массу йогурт начали пробовать. Берут, люди нравятся. Производят здесь и собственный сыр, причем нескольких сортов, который также продают как в местных магазинах, так и вывозят в Нарьенмар. В этом аппарате варится будущий сыр. Уже через два дня он попадет на прилавки магазинов. Местные жители и гости села высоко ценят продукцию маслозавода. В первую очередь за качество и натуральность. Ну, езжу в отпуска сюда, вот, и часто бываю здесь, ну, месяц через месяц где-то вот так. А покупаю продукцию постоянно, потому что продукция довольно хорошая, качественная, свежая продукция, всегда свежая на этом, на прилавке, не залеживаются. Сметана, сливки, творог – очень хорошая продукция, молоко само. Я постоянно покупаю вот эту, очень хорошую продукцию. Йогурт, масло, молоко, кефир – это очень хорошо сметана. Это вкусный творог хороший. Там, наверное, нет самого главного пальмового масла. Это самый главный критерий для того, чтобы покупать безопасность. Самое главное – это безопасность. Натуральные здесь и мясные полуфабрикаты, которые также производят на молочно-товарной ферме сельхозкооператива «Сула». В скором времени в селе появятся и мясные полуфабрикаты из баранины. Это фарши, тефтели и котлеты мясные. Это, я думаю, не только будет из баранины, то есть, может, и говядина будет. Вот на сегодняшний день помещение, в принципе, построено, документы оформляются, оборудование закуплено. Сейчас занимаемся поголовьем. Коллектив фельдшерско-акушерского пункта в селе небольшой, всего пять человек. Марина Сазонова родилась и выросла здесь. После учебы в Архангельском медицинском колледже вернулась на малую родину. Решила, почему вернуться, потому что была здесь должность, хорошее отношение было с заведующей данного фельдшерско-акушерского пункта, и поэтому решила вернуться к родителям на помощь сюда. То есть, не было какого-то определенного момента, чтобы я захотела работать именно здесь. Так просто было место, и решила вернуться домой. Жилье молодого специалиста обеспечили, правда, пока без удобств. Впрочем, строительство муниципального жилищного фонда сейчас ведется активно. И, по словам главы администрации, в ближайшее время очередь на жилье среди каткинчан и приезжих специалистов и вовсе будет закрыта. В настоящее время у нас две очереди. Это очередь специалистов, которые приезжают от школы, садик, дом культуры, 7 человек. И три семьи. Три семьи – это у нас по жилью, по социальному найму. На этот год у нас заполярный район выделили денежные сети на строительство, на приобретение дома жилого трехквартирного. У нас он будет строиться. То есть, у нас очередь по социальному найму должна закрыться. Вот. Дом для специалистов сейчас вопрос решается с округом, с департаментом, с соозащитой. Что касается недавних пожаров, когда сгорел частный дом и пекарня, то в первом случае тушить приходилось мотопомпой. Единственная пожарная машина находится на ремонте. Там сделано прицепное устройство. Мы ее прицепляли к машине обычно, когда выезжали на тушение пожара. То есть, она очень нас сильно выручала. Мотопомпа «Гейзер». Вот. Ну, тоже она в двигатель. Это автомобиль 2108. В общем, очень нас сильно выручала. Стоит отметить, что автомобилю несколько десятков лет. И на серьезный ремонт он отправился впервые. Готовим двигатель к установке. Вот. Привезли двигатель. Другой. Тот не подлежит установлению. Сейчас в пожарной части трудятся три человека, чего вполне достаточно для небольшого поселения. Да и пожары, к счастью, здесь случаются редко. Например, в прошлом году не было ни одного.